Ребят, а вы слышали про новый инди-мультик от анимационной студии Глич? Удивительный цифровой цирк. Он пока еще мало кому известен, но давайте все вместе поможем этому проекту обрести свою аудиторию. Гребаные 300 миллионов просмотров. Какого черта? Почему? Есть ли или будет ли какой-нибудь проект, который побьет этот рекорд? Нет, точно не в ближайшие несколько лет. Цифровой цирк, блин, стал каким-то феноменом. Ну и конечно же вы уже сотню раз про это слышали. Ну а гличи и гусворк не дураки, чтобы упускать такой поток хайпа. И вот, на днях вышел наконец-то второй эпизод этого цветастого балагана. И именно его сегодня мы и будем обсуждать. Не забудьте подписаться на канал и остальные мои ресурсы в описании и поставить лайк. Ну а мы снова погружаемся в самый лиминальный мультсериал на просторах ютуба. В котором его лиминальность иногда сбивает с толку. Я имею ввиду, что как в подобном шоу искать визуальные огрехи, если все можно списать на забагованность этого мира. Например, шоколадная река, в которую провалились герои. Вот, вот что это? На реке буквально видны границы полигонов, как на каких-нибудь простеньких Майнкрафт шейдерах. Кто-то из моих знакомых говорит, что это косяк, другие наоборот уверяют, что это фишка. И чему верить-то? Тут герои по сюжету проваливаются под текстуры, в изнанку мира, в котором стоят все заготовленные модельки для приключений АГГ. Что, кстати, мне очень понравилось. Так что гличи тут в беспроигрышном положении. Что им не предъяви по визуальным багам, они тут же, блин, покажут вам сюжет второй серии, полностью построенном на этих самых багах. Эта студия просто гениальна. Ну и в особенности Гусворк. А что касается Шоколадной реки, да, эпизод посвящен сладкому королевству, который является для зрителей абсолютно новой локацией. А сам эпизод представляет из себя такое прям сладкое, яркое и слегка напряженное приключение героев, которое впоследствии превращается в личную драму одного из NPC, который осознает, что является лишь атрибутом приключения, декорацией. Ну а момент, в котором Гаммигу понимает, что даже не помнит лица своей матери, который по факту не существует, ведь она лишь прописанная в его голове воспоминания, просто до мурашек. Правда, мотивация «Помни ему помочь» обоснована тем, что «Я не хочу, чтобы кому-то в мире было плохо». Ну камон, могли бы придумать что-то более весомое. Лучше бы все ограничилось тем, что «Ну мы с тобой похожи, поэтому я хочу тебе помочь». Потому что мотивация «Помочь всем» явно не похожа на взрослую «Помни». Ей ведь 25, так? У кого-то в 25 все еще бурлит юношеский максимализм? Ай, ладно, это не особо портит эпизод. Как бы там ни было, у зрителей появляется надежда на то, что Гаммигу станет еще одним членом команды. С ним даже плюшку выпустили. Но... Камон, было очевидно, что под конец от него избавиться прям... Вот прям... Именно вот таким способом. Резко бум, и все, забыли. Почему в последнее время все используют резкое разрушение ожиданий? Из-за чего его стало очень легко предугадать. Вот это действительно мне слегка подпортило впечатление от нового эпизода. Ну правда, я просто сидел и думал, да-да, можешь ничего не говорить, тебя все равно резко убьют. Ожидали, что зрители ахнут? Ну вы серьезно? Но, справедливости ради, скажу, что такая не особо удачная сцена сменяется на действительно хорошую, финальную с похоронами клоуна Кауфмо из первой серии. Его смерть и начальный сунг помни делают всю историю цифрового цирка целостной, и несмотря на то, что, видимо, каждый эпизод будет представлять собой отдельную мини-историю, держит зрителя в курсе того, что у этого произведения есть основной сюжет. Да, это и так было очевидно, но наблюдая раз за разом за разными приключениями, зритель может вполне об этом забыть. Возвращаясь именно к похоронам Кауфмо, хочу выделить жирнющий плюс именно в режиссуре этого момента, а именно то, что данную сцену не стали растягивать монологом каждого персонажа по поводу смерти клоуна, а сделали такую спокойную, меланхоличную нарезочку под грустную музыку. Как по мне, это выглядело куда более уместно. Да и в целом эта сцена хорошо раскрывает всех героев, показывая, что, несмотря ни на что, они все живые, настоящие люди, которые в связи с обстоятельствами стали друг другу с семьей и очень сильно переживают, когда кто-то из них рассеивается. Что для себя понимает и помни, которая, несмотря на свой тревожный сон, осознает, что хоть она и в безвыходном положении, но ее тут не бросят, поймут и поддержат. Ну а Рогата в очередной раз подтверждает свой статус лучшей девочки сериала. Хотя она это делала на протяжении всего эпизода. А Джекс, мудак, вообще не понимаю, почему он всем так понравился. Ну да ладно, не будем о плохом. А переключимся на что-то хорошее. Например... Кхм-кхм... Визуал! Да-да, я не могу не обсудить визуал. Не только потому, что для меня картинка в анимации играет огромную роль, и я чуть ли не в каждом видео обсасываю ее, но и потому, что тут действительно есть что обсудить. Да, я уже говорил о визуале в обзоре на первую серию цирка, но тут гличи смогли выдать что-то новое, несмотря на уже сформировавшуюся картинку. Ну а прежде чем мы поговорим о визуале, я снова хочу похвастаться очередной порцией фан-артов, которые вы мне присылали. Да-да, вновь хвастаюсь тем, что больше вас рисовать еще больше фан-артов, но они правда очень сильно меня радуют. Кхм-кхм... Ну ладно, похвастался, так что можно возвращаться к ролику. Если вы смотрели первую и вторую серию цифрового цирка глазами, ну типа не отвлекались там на что-либо, не смотрели их фоном, а вот именно садились и смотрели, то вы наверняка заметили, что качество анимации и рендера возросло. Прям-таки сильно, что аж сразу бросается в глаза. Цвета стали куда более насыщенными и контрастными, а движения персонажей стали, ну прям, сверхпластичными. Это сразу же заметно на первых секундах, в заставке гличей, вспомни и Кейном, которые тянутся и дергаются, как желейные человечки. Ну и в самой серии заметно, насколько герои стали более эмоциональными, и стали еще активнее жестикулировать и всячески извиваться, опять же подчеркивая те или иные эмоции. Локации стали же еще более детализированными и проработанными, чего только стоит сцена с прибытием героев в конфетное королевство, в котором каждый его житель как-то додвигается, где летит конфетти и далее, далее, далее. Само королевство, кстати, населяют те самые статуэтки, использующиеся художниками для референсов, но все мы на самом деле знаем, что это куча Джеральдов из видосов Брайнмапса. Напишите, кстати, свое мнение, почему создатели выбрали именно эти статуэтки в качестве жителей сладкой монархии. Сама же Сахарная крепость очень походит на одну из локаций из Капхеда во время босс-файта с баронессой Фон Бонбон. Да и сама баронесса очень похожа на здешнюю принцессу Лу, которая живет в таком же сладком замке. Не знаю, отсылка это или нет, но я буду надеяться, что да. Все-таки Капхед в свое время произвел настоящий фурор. Ну, собственно, как и сам цифровой цирк. Но не только королевство порадовало нас своей красочной локацией. Ведь следом за ней наступает самая экшоновая часть серии, в которой хоть и нет такого акцента на окружение, но зато благодаря нему мне вспомнилось одно произведение, и надеюсь, что не только я провел между ним и этой аркой параллель. А именно, Погоня в пустыне мне сразу же напомнила мультфильм Ранга. Почему именно Ранга? Ну а какие еще вы можете вспомнить анимационные проекты в похожем вестерн-сеттинге? Что это было? Ладно, неважно. Я имел в виду именно полнометражные проекты, которые могут позволить себе такие акшн-сцены. И очевидно, что первым на ум придет именно Ранга, да еще и вдобавок в нем была чуть ли не идентичная арка с Погоней, которая вызывала те же напряженные эмоции. Да, второй эпизод цифрового цирка не совсем вестерн, все-таки сюжет тут крутится вокруг некого конфетного королевства, но вот именно Погоню в пустыне можно смело считать вестерном. Плюс и там и там участвуют ковбои в виде антропоморфных рептилий. Ну а если подытоживать, то можно сказать, что удивительный цифровой цирк явно движется в нужном направлении, улучшая свое качество и очень хорошо проталкивая сквозной сюжет в ситком-эпизоды. Вообще, я даже немного поражен, что в нашу эпоху клипового мышления всем на ютубе зашел именно проект с около 30-ти минутными эпизодами, что, конечно же, не может не радовать. Видимо, все-таки длинные, хорошо написанные анимации всегда будут находить отклик в зрителях. Будем надеяться, что гличи и дальше не уронят планку и будут радовать нас новыми эпизодами как можно чаще. Пишите в комментариях, что думаете о новом эпизоде цифрового цирка. Что понравилось, а что не понравилось. Мне будет интересно почитать. Подписывайтесь на канал, телеграм-канал и группу ВК. Ставьте лайки и нажимайте на колокольчик. Ну а я с вами прощаюсь. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok